здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я вам покажу носочек на двух спицах способ этот узнала недавно честно скажу я его не знала мне показался очень интересным поэтому хочу показать вам поэтапно постепенно как бы досконально и подробно чтобы вы могли связать такие носочки так спицы я вот взяла обычные носочные короткие чтобы мне не мешала вот эта леска как это которая мне мешает постоянно я думаю вы заметили ниточки шерстяные у меня и еще такие вот синтетика я буду добавлять в стопу вот зачем удобен этот способ что нитку для как бы не протирания мы можем добавить просто в стопу именно в сектор стопы а все остальное будет из основных ниточек связано значит начало резинка один на один набрала я 25 петель тут смотрите девчонки вы смотрите я люблю стянутый как бы носочек чтобы он не хляпал чтобы он был как бы по ножичке поэтому набрала 25 петель и провязала резинкой высоту резинки сколько вам как вы хотите короче говоря насколько высокие носочки вы любите и сейчас я добавляю сюда эту вторую ниточку для уплотнения вернее для не протирания и начинаю вывязывать шапочку то есть первый этап мы просто вяжем половину и провели и провязываем на высоту нашего носочка далее добавляем нитку и вяжем таким вот образом уже платной чулочной гладью уже не резинкой кромочную снимаем провязываем две вместе лицевыми вяжем до конца ряда вернее пока у нас не останется 3 петли кстати если вы заметили заказала себе профессиональную лампу для съемок наконец-то так что теперь уже с освещением будет все отлично девчонки следующие все следующие видео будут с нормальным освещением так еще одна вот когда у нас остается 3 петли на спицах я вот эту вот вторую поверх первой меняю местами для того чтобы у нас просто получилась красивая как косичка и провязываю вместе просто чтобы эти две косички как бы слева и справа были такими красивенькими изнаночный ряд я просто провязываю изнаночными петлями ничего не добавляю не убавляю в каждом лицевом ряду я теперь буду делать убавление в начале и в конце ряда а изнаночный ряд провязывать изнаночными без без изменений так изнаночный ряд провязала теперь лицевой и снова я делаю эти убавления в начале ряда после кромочной и в конце ряда перед кромочной по сути нам надо вот все количество петель я на своем примере вам покажу разделить приблизительно на три части то есть если у меня 25 петель она не делится то я разделяю по 8 и одну добавляем 3 как бы то есть два сектора у меня будет по 8 и 1 9 то есть центральный сектор у меня будет 9 петель остальные крайние сектора будут по 8 петель вот приблизительно так девчонки если допустим у вас две лишние петли добавьте их в эти сектора крайние а если одна то добавьте в средний вот примерно на 3 равные части разделите и вот эту часть 8 петель мы здесь должны закрыть и 8 петель здесь мы должны закрыть то есть провязать и должна 16 рядов в каждом лицевом ряду закрыть по одной петли в начале и в конце смотрите теперь у меня на спицах осталось 9 петель 8 я закрыла с правой стороны 8 с левой стороны теперь это уголочек нашей пятки теперь мы начинаем в обратном порядке девчонки снимаем кромочную теперь мы будем добавлять эти петли в начале и в конце ряда перед кромочной и после кромочной так одну снимаем добавляем воздушную петлю провязываем средние петли делаем воздушную петлю теперь внимание кромочная петля я я делаю это таким способом перекидываю ее на правую спицу вот моя кромочная предыдущая надеюсь вам хорошо видно я ее одеваю на спицу то есть две кромочные предыдущая и настоящая и провязываю их вместе лицевой петлей в лицевом ряду лицевой петлей в изнаночном ряду изнаночной петлей так поворачиваюсь эту петлю я снимают видите нитка у меня перед петлей чтобы не было она как изнаночной не было она как изнаночной и провязываю изнаночный ряд до конца ряда до кромочной петли так осталось кромочная опять я ее снимаю на правую спицу предыдущая кромочная вот она одеваю на спицу возвращаю кромочную и провязываю вместе изнаночной изнаночной петлей поворачиваю сейчас еще вам один цикл покажу снимаю кроме тут тут хорошенечко затягивайте чтобы не было дырок делаю воздушную петлю вяжу лицевыми петлями до конца ряда до кромочной петли то есть там где мы убавляли 8 петель сейчас мы их будем добавлять возвращать на место то есть если у меня было 25 петель у меня на спицах должно быть 25 петель если у вас 30 то 30 петель так воздушная петля осталась кромочная опять ее переснимаю сюда следующая моя кромочная смотрите вот она была предыдущая следующая кромочная одеваю возвращаю эту и провязываю лицевой петлей видите так вот начинает наша пяточка сшиваться постепенно и формироваться снова то же самое изнаночный ряд и так мы вяжем до момента когда у нас здесь вот не останется кромочных до сюда и на спицах у нас должно быть 25 петель очень важно попасть следующую кромочную потому что я первый раз пробовала что-то попадала в ту же самую поэтому следите за тем чтобы вот она кромочная вот видите из это я вытягивала то есть теперь мне нужно следующую поднять и провязать изнаночную петлю так все вяжем и так до конца вот видите уже видно что это пяточка формируется вяжем до уголков до момента когда у нас будет 25 до того момента когда у меня на спицах 25 петель как и было и подошла я к своей резиночке вот видите полностью до конца эти как бы сшила эту пяточку вот так вот она выглядит сложенная вот здесь вот так вот выглядит сшита она у нас за счет от этих захваток кромочных петель она уже получается как бы сшитая и теперь мы продолжаем вязать ступню то есть вяжем ровненько до момента основания мизинчика как бы тут тут уже меряем по ножичке до мизинчика вяжем ровно просто лицевой гладью с этой ниточкой дополнительной ничего не добавляя не убавляя провязала я долг мизинчика меня видите вот она теперь мы делаем знаете что то же самое что мы делаем и здесь мы будем убавлять в начале в конце ряда по две петли в лицевом ряду полностью идентично как мы это делали в начале на пяточке единственный нюанс я вам скажу знаете как в носочке я вам еще покажу дополнительно потому как строение ножки у каждого разные вот эти пальчики на ноге по у каждого человека по-разному расположены если вот я сейчас вижу мужу у него как бы ровно расположены пальцы поэтому я делю вот эту это количество петель на три части точно так же как в пяточке то есть не острый носок не нужен у кого большой палец вот сами знаете когда треугольничком вот так вот ой расположены пальчики делайте не третью часть уменьшайте чуть больше ну в общем сейчас я до этого момента довезу я вам просто покажу я вижу точно так же как пяточку то есть делю на три части в центре у меня девять петель по краям я убавляю по 8 петель в каждом лицевом ряду мои хорошие смотрите то же самое я провязала что я делала во втором как бы второй части нашего вязания в пяточке хочу сказать вот у меня осталось 9 петель полностью идентично вы можете прям посмотреть на свою пяточку и представить то что точно таким же будет ваш носочек поэтому если вы хотите его поострее провяжите еще один рядочек и убавьте еще две петелечки он будет острее если хотите такой же оставляем все как есть и вяжем дальше теперь я убираю дополнительную нить она мне больше не нужно нашу ступню уже связали теперь мы вяжем вверх вверх вяжем идентично пятки но переходим на резинку один плюс один на один снимаем кромочную петлю добавляем воздушную петлю так вяжем резиночкой то есть будем добавлять точно также в начале в конце ряда ой ну да в начале в конце ряда по воздушной петли вот она перед кромочной и после крови начале после кромочной в конце перед кромочной и продолжаем делать то вернее начинаем делать то что мы делали с пяткой снимаем кромочную петлю находим предыдущую кромочную одеваем ее аккуратненько возвращаем кромочную и провязываем лицевой петлю вместе то есть таким образом при помощи провязывания этих кромочных мы будем это дело сшивать постепенно поворачиваемся на изнаночный ряд вяжем по узору вот смотрим у меня изнаночная значит тут из вот этой воздушно мне нужно связать лицевую то есть тут я уже вяжу резиночкой так эту ниточку я потом ради кромочная последняя кромочная и и переодела сюда у меня выключилась камера вот кромочная и и переодевает сюда предыдущую кромочную одеваю возвращаю первое и две кромочные провязываю и так мы продолжаем добавляем опять снова до состояния нашего изначального количества петель то есть в моем случае до 25 петель при этом захватываем каждую предыдущую кромочную и одновременно это все делать сшивая вот она моя предыдущая и таким вот образом я продвигаюсь вот сюда пока у меня не будет 25 петель и не вывяжется этот вот дошла я до того момента когда у меня уже на спицах 25 петель вот смотрите вот такой вот носочек вырисовывается тут у нас резиночка вот теперь по сути теперь мы по сути будем продвигаться сюда к пяточке добавлять уже не будем будем вязать эти 25 петель из краешку так и продолжаем провязывать наши предыдущие кромочные вот они и так вот медленно продвигаемся к самой пяточки к самой резиночки то есть эту нижнюю кромочную мы теперь захватываем все время но не добавляем здесь то есть нас носочек у нас уже сформирован просто вяжем ровненько захватывая кромочные вот таким вот образом мы продвигаемся продвигаемся к пяточки видите вот постепенно так вот вяжем вяжем захватывая кромочные мы приближаемся к пятке ровно видите вот здесь вот без добавление здесь были добавления на этом уголочке секторы здесь просто вижу ровно не забывайте когда вы одеваете эту дополнительную кромочную и провязываете две кромочные вместе затягивайте прям хорошо затягивайте ниточку потому что чтобы не было там дырочек так и вот здесь вот видите она по сути как бы получается вот здесь вот эта кромочная но если мы подтянем из нее получится дырка вот здесь поэтому мы я беру для начала вот эту вот чтобы не получилось дырки а потом буду передвигаться вверх то есть следующее у меня будет вот это вот сейчас она выглядит вроде бы как с дырочкой но если вы вяжете то вы понимаете что всегда последняя выглядит как дырка потом она затягивается вот так вот последнюю прям затягиваем туго туго и возвращаем здесь тоже вытягиваем отсюда чтобы не было дырки как бы из той же она провязана вместе с пяткой а потом передвигаемся вот дальше дальше выше выше и выше и выше вот когда мы сравняли наш как бы нашу резиночку вот видите я уже провязала последний ряд у меня сравнилась вот так вот выглядит мой носок сзади где пяточка если разложить пяточку и эту центральную часть мы вязали подошли кверху здесь закрываю все петли единственный момент девчонки я вам скажу это этого способа вот я смотрю может я этот узелочек тут завяжу чтобы она как-то сравнялась завяжу узелочек закрываем все петли вот когда последнюю как бы изнаночную видно видно что тут она сравнялась в последнюю кромочную убрали закрываем все петли вот этот я же говорю единственный момент который мне не нравится в этом способе все остальное мне очень нравится расскажу еще потом покажу в чем плюс этого носка что приходится как бы половина петель набранные половина приходится закрывать вот этот как бы не очень аккуратный края тогда все а единственный минус на мой взгляд закрыла все петли вот так вот он выглядит мне не нравится поэтому я как бы можно конечно сейчас обрезать нитку на этом этапе и просто ее здесь продеть затянуть чтобы не было вот этого прикола но я обвяжу крючком столбиками без накида по кругу один ряд всего чтобы сравнять этот край но не обязательно я считаю то есть это уже на ваше усмотрение достаточно было бы затянуть просто эту ниточку я думаю вот здесь вот стянуть сравнять и думаю было бы тоже неплохо но я решила так а вы смотрите вот такой вот у меня обвязанный краешек главное тут не стянуть чтобы потом пролезла сюда нога так и сам носок вот так я уже показывала как он выглядит такая пяточка стянутая как бы резиночка тут тоже резиночка если разложить вот так вот я сейчас вам покажу вот что мне здесь нравится вот он узкий понимаете что если оденешь на ногу она все хорошенечко обволакивает ногу и за счет от этой резинки все как бы где толще нога где тоньше нога там она все красивенько садится и ложится резиночка тоже тугая с изнаночной стороны показываю вот шва как такового нет то есть можно сделать отворотик и носить такие носочки вот такой вот способ кстати этот способ знаете кого скопировала у девчонки женщины вернее чешки я последнее время там у меня такая работа была что я могла немного там в периодах в эпизодах вязать вот и она смотря на меня тоже начала вязать и говорит а я вязала по моему то ли носок она мне говорит а я не так вижу я по-другому вижу и вот она мне показала говорит меня тетя бабушка кто-то там учил уже давным-давно вот таким вот способом я честно говоря такой вот способ не знала поэтому показываю вам вот интересный на мой взгляд он интересный и носочек симпатичный получается такой вот эта косичка тут получается ведущая вот это наша кромочная по ободочку можно его сделать двухцветный допустим стопу связать черную а здесь как у какой-то белое то есть вариантов много как можно этот носок украсить ну вот и все девчонки а с вами была вика школа рукоделия всем пока пока